Добрый день, ребят! Сегодня воскресенье, чудесный солнечный денек. Я сейчас нахожусь в парке Улака-де-Сера. Это парк, который прямо ближай в Лесладе, где я живу. И тянется он по западной окраине Меслаты и стыкуется с парком Турья в Баленсии. Практически это, можно сказать, один и тот же парк, который построен в Лесладе Турья. Сейчас я вам покажу, будем говорить о достопримечательности этого парка. Очень интересный парк именно стилем своей постройки. Он построен, как бы, вот, идут справа и слева пешеходные дорожки в несколько ярусов. Также сохранены ручьи, которые искусственным путем, значит, втекают в это небольшое озерцо и создают круг. Вот сейчас мы это все посмотрим более подробно. Балатопатик, как бы, это искусственный подвод ручьев, которые вот сохранились в это место. И вот оно, водичка впадает в это небольшое озерцо. И отсюда начинается пруд, который, как бы, протекает по всей длине парка. Вот, значит, мы видим в данный момент вот один ярус. И вот второй ярус с этой стороны. И вот тут, где у нас водопаде, где-то три прогулочных яруса. Значит, очень-очень как-то так интересно оно все продумано. С местами, где можно, кстати, просто поотдыхать на травичке, приготовить себе там с собой взят обедик или завтрак. В этом плане вот тут, как бы, лавочки, которые люди просто могут посидеть, полюбоваться природой. Вот, вот это, будем говорить, самое начало-начало этого парка. Тут заканчивается русло реки Турия, которое искусственно перекрыли и пустили в обход города. И вот эту историю я вам расскажу, как бы, попозже. И начинается этот большой парк в пойме реки Турия. Все, как бы, в зоне переплетения множество прогулочных дорожек, которые пересекаются иногда по разным ярусам. Должно, как бы, смотреть по-разному на парке. Значит, в основном дорожки все выложены шпалами. Так что даже в дождливую погоду тут можно гулять спокойно, нормально. И они даже сдают какой-то очень интересный запах старого дуба. Вот, опять же, мы видим это озерцо, которое справа от меня протекает дальше, в середину парка. Ребятки, хочу вам показать, какие тут рыбешки плавают. Не знаю, получится ли заметным это все. Нахожусь на небольшом мостике, который пересекает этот прудик. Вот. И вот тут только что люди кормили рыбешек. Не знаю, я попытался снять, получилось ли у меня. Ну, посмотрим. А вот перед нами мост. Этот мост слева от меня находится биопарк. Одна часть находится, значит, слева, вторая часть на возвышенности справа. Так вот, он пересекает наш парк, в котором мы находимся. И люди с самоконом могут перебегаться в свою зону биопарка, которая находится на этой стороне. Ола! С противоположной стороны мостика, где обычно все вешают свои замочки на память, и вот этот, значит, видим ступенчатый золотопадик. А вот отсюда мы видим, значит, мачты какого-то фрегата. Ну, значит, тут находится детская игровая площадочка. Биопарк, ну, значит, биопарк, это, будем говорить, стопроцентное подобие нашего зоопарка. Так, а тут более большое разнообразие животных, рептилий и так далее. Вот он находится на этой стороне. И вот наш мостик, по которому люди передвигаются на вторую зону биопарка. Вот тут как бы находится вторая зона. Вот. Очень много зелени, очень много зелени, зелени и придумано так, в плане, чтобы было, как бы, много теми, чтобы было людям, где отдыхать. Потому что, когда наступает сезон жары, это необходимо. На камышей, значит, ее специально, значит, она не очищается, а стоят сами тут, вот, как бы, в своем натуральном росте. Потому что, когда начинается перелет птиц, значит, в этом парке, в этом озере, будем говорить, в этом пруду, на этом пруду останавливается очень-очень много перелетных птиц. Вот. Опять же, два мостика пешеходных, на которых люди вешают свои замочки на память и так далее. И, значит, за этим мостиком у нас пруд становится, переходит, как бы, в большущее озеро. Очень много велосипедистов, да и просто приятно погулять и подышать свежим воздухом. Наконец-то у меня появилась возможность показать вам рыбку. Тут люди, кстати, сейчас их кормят. И очень большущие рыбишки. Вот черепашечка. Видите, какие большие рыбы? Ну, это считается, как заповедник. Тут, конечно, ловля рыбы запрещена. Они уже привыкли к этим местам, что их тут кормят. Так что они подплывают и постоянно ищут. Ну, вот мы наблюдаем уточку отдыхающую. Даже, можно сказать, спящую. И вот с этого мостика мы видим выход на наше центральное озеро. Вот маленький кантанчик в центральном озере. Ребят, а на дальнем плане вот это вот здание, оно было построено в виде парусника. Кстати, очень классный ориентир для людей, которые только приехали. Его видно издалека, значит, можно ориентироваться на географическое положение, значит, где находится Меслата, например, в Ниде Тенсит и так далее. Почти как в Дубае. Ну, а вот это вот, будем говорить, спанный район Меслата, который прилегает к этому парку. Слева от меня, значит, прогулочные катамараны. Значит, в хорошие, теплые летние дни очень много тут семей снимают и просто катаются. Они многоместные, так что примерно на семью с четырех человек снимаешь катамаранчик. Вот тут же бары, сервис, туалеты, комнаты для матерей, где можно, значит, поменять ребеночка и так далее. Вот опять же, это биопарк. Значит, вот мы находимся с этой стороны реки. Ребят, вот за мной олейка. Значит, вот эта колеечка непосредственно ведет прямо и у нас. Потому что биопарк, значит, у нас в центральной улице, и мы в доме со структуршем. А за мной вот любимое место в нашем Керке. Площадка Челедская. Очень большая. Снимать видео, потому что в этой стране запрещено снимать детей, может быть, заработать пробегом. Идем дальше. Покажу вам с более тяжелым адресом эти, значит, катамаранчики на четыре человека. Видите, как бы желающих покататься нет, потому что прохладно. Если вы обратили внимание, очень многие одеты в футболках, другие в курточках. То есть сегодня как бы и солнечно, но и с другой стороны как бы прохладно. Так, а вот я вам показывал первый фонтанчик. А за ним у нас идет еще один. Вот он красавец. Второй. А сейчас, ребят, я хочу с вами пройти на смотровую площадку. Вот как бы на этой горке была построена смотровая площадка, с которой очень можно снять красивые ракурсы этого парка. Сейчас мы поднимемся туда. Ну и опять же, слева от меня идет прогулочная дорожка вверху. А вот это смотровая галерея. Все выполнено в дереве. И тут же подъем на смотровую площадку, которая находится вот тут. Короче, ребят, я поднимаюсь наверх и посмотрим. Я вам просто хочу показать смотровую галерею. Она очень большая. Рассчитана на очень много мест. А внизу как бы сценка. И тут проводятся концерты всякие, мероприятия для отдыха людей. А вот сейчас, ребят, я нахожусь на подъемной тропинке на смотровую площадку. Вот такие густыки, значит, на замочках. Собрался, значит, на самый верх, на смотровую площадку. Наши первые нижние ракурсы. Ничего показать. Ихню популярную хвою, пину. Огромнейшая посадочка, да? Вот она. И на дальнем плане с детской площадочкой тоже. Это все хвоя. Отличительная черта от нашей хвои очень длинные и голки. Вот, на дальнем плане это район Валенсии, который называется Кампана. Кампана, перевод, колором. А вот мы видим, значит, светлые крыши. Это крыша. А вот это все это у нас кампана. А, кстати, я вам только говорил, что в Валенсии географически очень интересно, как это вспоминает в Валенсии. Кампана. 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 А вот здесь вот новая площадочка от Диана. Вот здесь этого отходя. Вот это водочная пара. А вот это, ребята, вот этот мост, который у нас не списан. И вот здесь совершенно выстроили пиле арка. Аня! 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 Очень чудесный бестр! Сейчас сегодня вроде бы так солнечный день, но очень ветрено, и я не знаю, будет ли это помеха для звука? Ну, посмотрим. Так, какой-то смотровый, с ним очень. И вот, значит, следующий веерий Козырсел А вот это, ребята, уже будем говорить Вся весна Вот эти домики я снимал в прошлой публикации Значит, ребят, хочу вас сейчас как бы провести по руслу реки Туря В парк Козырсел И выйдем визуально Вместо Входа этого парка, бывшей реки В город Валенсию Потому что весна-то раньше это был отдельный городок от Валенсии Так как она разрослалась, как бы еще Весна-то попалась в Валенсию Значит, вот оно место, сейчас я попробую вылететь Значит, ребята, вот Будем говорить В этой зоне находится первый мост, который разделяет Валенсию и Валенсию Значит, на дальнем парке Бывшая женская тюрьма Регионального значения, даже, возможно, и больших масштабов Примерно в 2007 году она была закрыта И все было перестроено по музеям И на ее территории, значит, было быстро четыре башни Один знак мы видим сейчас И две как бы находятся на дальнем плане Значит, сейчас будем спускаться и продвигаться в сторону границы Валенсии и Неслаты Разделение двух парков Парк Кабесера и Парк Туря Будем спускаться в самую нижнюю зону этого парка Спущусь на эти низкие аллеи И, как бы, буду идти по пойме реки Туря Где соединяются два парка И вот это дальше по-русски Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот, в принципе, мне осталось метров 200 спуститься И буду снимать дальше Ну, а вот это, в принципе, ребята, как бы конец этого пруда Который переходит в озеро парка Кабесера И, как бы, есть конец или начало парка Опять же, со стороны, в которой ты заходишь Значит, я хочу потихонечку развернуться Вот тут намного спокойнее ветра нет И, наверное, будет качество звука нормально Вот, сейчас мы потихонечку разворачиваемся И мы увидим Это все, ребята, вот я сейчас в данный момент стою в пойме реки Туря И вот он, ребята, первый автомобильный мост Города Валенсии Который стоит над рекой Туря Бывшей рекой Туря Сейчас парк Туря Идем туда Ну вот, ребята, я вышел из парка И нахожусь у моста, у первого моста Который разделяет район Меслата и Валенсии Этот же мост, он переходит через бывшую реки Туря Значит, это первый автомобильный мост И таких мостов в Валенсии около двух десятков Значит, я хочу сейчас перейти в центр моста И показать вам вид центрального городского парка Который разделяет Валенсию на западную и восточную Идем туда Ну вот это, как бы, значит, украшает такие статуи Вход и выход с моста Очень большой, широкий, удобный мост Четыре полосы в одну сторону Четыре полосы в другую сторону Как бы, конец парка Кабесера Вот это пойма Реки Туря Настоящий парк Кабесера И с противоположной стороны моста, ребята Начинается парк Туря Переходим туда И, значит, хочу воспользоваться моментом Показать вам сблизка Бывшую женскую тюрьму А теперь, как бы, краеведческие музеи И офисный центр Который состоит, как я вам говорил И четырех пашек Видите, южная сторона Предусмотрена закрываясь Значит, закрывается специальными жалюзями Которая отражает свет к тебе Сейчас потихонечку буду переходить на ту сторону В другой половине моста Будем говорить, несмотря с какой стороны смотреть Для меня, как бы, налево Это уже считается парк Туря Который посажен Выстроен в русле бывшей реки Туря Значит, вот так я покажу вам, как бы, в общем Много о нем не хочу рассказывать Потому что думаю, как бы, написать о нем Отдельную публикацию Но вкратце Хочу вам рассказать, как бы, историю Почему появился этот парк Именно в русле этой реки Вот подъемные ленты наверх И вот это мы видим уже берега Они, значит, прямо от весны Глубина примерно была этой реки Около 10 метров или выше Просто при постройке парка Очень много было засыпки Чтобы уменьшить глубину этого парка Ну, примерно, значит, я вам скажу Ширина этой реки, этого парка Метров 150-200 Может, чуть-чуть больше Значит, вот смотрим И примерно вот мы видим, где второй берег находится Вот он второй берег, где забаркованный автомобиль Очень-очень интересный парк И, как говорится, в отдельной публикации я вам расскажу Но то, что я вас сейчас зацепил, я вам покажу Вот примерно велосипедные дорожки в двух направлениях Спортивные городки Всякие беседочки с цветами Стадионы, спортивные комплексы И так далее, и тому подобное Газоны, на которых можно отдыхать Ихняя хвоя Которая лечит и оздоравливает Она, кстати, присутствует во всех парках И по очень большому количеству Пешеходные дорожки Велосипедные дорожки Значит, все украшено Очень интересными кустарниками Экзотическими И, кстати, очень много, как бы, прогулочных мест Просто не асфальтированных и не уложенных плиткой Только ради того, чтобы, как бы, не сохранялась жара Потому что Большая часть парк И еще приятный темно Еще не просто Покажусь, значит, под мостом И хочу вам показать вид Ракурс моста снизу Который разделяет Валенсию и Неслату И который разделяет Парк Турия Слева от меня И парк Кабесера Справа от меня В русле одной и той же реки Туре Значит, вот такой мост Очень Как бы, красиво Архитектурно продумано все Но, как бы, этот мост Он состоит Либо состоит из двух мостов Вот, смотрите Передо мной идет, значит, как бы, правая полоса Четыре полосы в одну сторону Это, как бы, один мост И я нахожусь под постом Который идет в обратном направлении То тоже четыре полосы Второй мост Значит, вот табличка Хардин Дал Турия Хардин, это, значит, парк Турии Район Нуэле до Октубра Девятого октября Весный ракурс Как у них украшают Отвесные стены реки Значит, вот Прямо за мной Это, как бы, спускная лента По которой могут спускаться, значит, люди Как бы, пеши И коляски инвалидные И коляски с детьми Значит, медленно поворачиваемся, ребята И хочу вам показать красоту Этих цветов Правда, не все участки Как бы Украшены этими цветами Но большая часть всех участков По обе стороны парка Украшены этими цветами Выбрал место Как бы в тенечке Под зонтикообразным деревом Я вот сейчас покажу вам Она действительно Она так выстрижена Как зонтик Как бы такой полукупол Так, это дальнее дерево Сейчас я вам покажу Вот туда вот Стеночку с цветочками И вот дерево Под которым нахожусь я Вот смотрите Она внутри как бы пустотелая А верхняя полусфера Она вся выстрижена Как бы зонтиком Ну вот, в принципе Я вот тут нашел лавочку Где сейчас попью кофеек И расскажу вам Как бы коротенькую историю Этой реки И этих двух парков Ну и потом со временем Думаю, как бы Написать новую публикацию Именно про парк Турия Привет, ребята Снова с вами Ну, значит Коротенькая история О реке Турия Значит, река Турия Она как бы Основывалась Множество ручьев Которые стекают с гор Которые я вам показал И Значит, она протекала По западной стороне Меслаты И вот впадала Как бы В западную часть Валенсии Разделяя город На Значит, восточную Валенсию И на западную Валенсию Ну, начнем с того Что река Горная Ребят И в сезон дождей Она обычно Разливалась Значит, выходила Из берегов И потапливала Ближнежайшие районы Но в 1958 году Сезон дождей Затянулся Дожди были настолько Хорошими Что река Вышла Из поймы Своих берегов И поднялась На 8-9 метров Значит, была затоплена Часть Валенсии Будем говорить Сторона моря Потому что Уклон Сторон Значит, почти Почти Вся часть Даже Двери моря Была затоплена Со стороны Реки Турья И Также была затоплена Противоположная Сторона Почти Большая часть Города Ну и в этом случае Значит Правительство Города Значит Пришло к выводу Что нужно Менять Руслан Реки Потому что Как бы С такими Последствиями Это Значит Было Приносило Очень большие Убитки Как бы Вот в этом году Когда Река Поднялась На 100 Значит Были снесены Почти все Городские Мосты Их Около 20 Ну и Вот значит Вот в этом Промежутке Времени 1958 До 70 Годов Значит Они Сначала Выстроили Новое Русло Я вам Как-то покажу Когда мне Будет По пути И Потом Значит Была Перекрыта Значит В самом Верху Река И Пущена Река В другом Направлении Ну и Естественно Значит Начали Проектировать Этот парк Парк На Меслате Парк Валенсии Ну и Вот такая Вот история Как бы Говорится На ошибках Учатся И видите Получился Результат Очень 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 Хороший Парк Очень Хривый Он Немножко Протягивается Будем Говорить От Меслаты И Тягивается По Берега Боря Так Ребят В принципе Такая Вот История С парками С рекой Турия И Ну С этой Красотой Будем Говорить Значит Как бы Дальше Планирую Показать Действительно Вот этот Парк Турия Не знаю В нещущей Смерть Публикации Потому что Очень Большое И не Что Позад Но Посмотрим Примочало Смонтируем Это И Посмотрим Пока Пока Продолжение следует